Всем здравствуйте! С вами снова Ольга Закоржевская и компания Ваш Адрес. Сегодня в Петербурге солнечно-голубое небо, весна и сегодня что у нас с вами будет в программе? Мы сегодня с вами зайдем здесь на Литейном проспекте, мы продолжаем наш репортаж с Литейного проспекта. В предыдущих выпусках мы с вами побывали в интересном дворике третье место, посмотрели с вами наш сад Сан-Джермен. А сегодня мы будем с вами прогуливаться и покажу вам уникальный двор, который построен наподобие такого, знаете, ренессансного палаццо, где у нас в украшении двора использованы римские воины, патриции, скульптуры Пути. И действительно двор поистине уникальный и проживал в нем тоже замечательный человек, который был знаком непосредственно лично с последним императором. Побываем мы с вами также в страховом обществе Россия, дом, где снимали знаменитый фильм «Собачье сердце». Увидим с вами памятник всем героям «Собачьего сердца». А сейчас я приглашаю вас заглянуть в Петербург, в парадную, где в парадной находится, вы не поверите, прям в парадной кафе, где можно попить кофе и всего два столика. Адрес Литейный 41. Пойдемте. Сейчас мы с вами зайдем в это здание на Литейном 41. И это также доходный дом купца Алферова. А год постройки у этого здания – конец 19 века, 1877-1979 год. Ой, ребят, вы так красиво сидите. Можно вас фотографировать, если вы не против? Прям собака парадная, вообще классно. Так по-питерски вообще. А я потом сюда зайду. Да. Кстати, очень редкое сочетание. Не понимаю, почему его делают так редко. Вот это вот коричневое с бирюзой – это вообще очень-очень красиво. Ну, вот так вот в Питерской парадной на входе мы можем видеть с вами небольшую кофейню. Здесь у нас также находятся магазины. Ну и все, что касается доходных домов, обратите внимание, какие замечательные вот такие решетки у нас. Лестничный пролет, старинные ступеньки. И вот на полу то самое терацию, которую у нас еще в конце века, еще метлакская плитка не находит такого применения. А вот пол в виде терацию бетона и вот такой вот мраморной крошки было очень популярно. И доходные дома вот так вот и оформляли. Актеры, а где вас можно увидеть? Ну, а тем, кто интересуется недвижимостью, мы сотрудничаем с компанией «Ваш адрес». Поэтому обратите внимание, вот этот дом, который залит солнцем, в котором мы с вами были и говорили о квартире, о полутора комнатах Бродского. Так вот там продается четырехкомнатная квартира 80 метров за 18,5 миллионов. А вот дом, из которого мы с вами вышли, Литейный проспект 41, соседний дом Литейный 43, трехкомнатная квартира обойдется 120-метровая вам в 27,5 миллионов. Ну и поскольку мы с вами начали с кафе, с петербургских парадных, то сейчас мы с вами уйдем с шумного Литейного проспекта и двориками совершенно изумительной атмосферы Питера. Тем более в такой солнечный день я проведу и покажу вам уникальные дворы и два потрясающих дома. Ну а прежде чем мы зайдем за эти ворота, мы еще посмотрим с вами одну парадную. Ну и вот здесь в наших двориках мы можем увидеть вот такие оригинальные граффити. Петербург, он, конечно, дворами очень колоритен, тут можно снимать фильмы времен Достоевского. А я хочу показать вам одну деталь. Обратите внимание, вот такие стеночки, да, брандмауры, что значит огнеупорные стены, на которых не выходили никакие помещения и окна. Но вот здесь наверху мы с вами можем увидеть вот такие стеклянные оригинальные кирпичи, фальканье. Это было целое производство, действительно было очень красиво, чтобы свет попадал через вот такое стекло, стеклянный кирпич. И если сейчас у нас получится, и мы с вами сможем попасть в парадную, мы посмотрим, как эти фальканье излучают красоту изнутри. Пойдемте. Вот так решали проблему света и освещения внутри самой парадной через вот такие славные кирпичи фальканье. Ну и вот так с Литейного проспекта мы дворами-дворами, следуя фальканье, движемся в сторону улицы Маховой. И сегодня мы с вами поговорим, что район Хамовники есть не только в Москве, но есть и у нас в Петербурге. А почему он так назван, сейчас я вам об этом расскажу. Ну а пока мы находимся в этом дворе, обратите внимание, сейчас здесь находится Санкт-Петербургский государственный университет технологии и дизайна. Но хочу у вас обратить внимание вот на что. Двор внутренний, но насколько он красиво оформлен. Обратите внимание, вот тут мы видим такие лица, красиво оформленный эркер и написанная надпись «Анна». Так вот, про эту надпись есть интересная история, есть основания предполагать, что именно выбитая на фронтоне дома надпись «Анна Домини» подсказала Анне Ахматовой название к ее последней книге. В 1921 году Анна Ахматова долго не могла придумать название своему сборнику. И вот ее друг Лурье предложил ей, как раз увидев такую надпись, сделать название книжки, именно получить такое название. Казалось бы, мы зашли с вами в петербургский двор-колодец и попали в тупик, да, и нет выхода. Но я обещала вам показать двор, который построен по принципу такого красивого ренессансного палацу, где мы увидим сейчас римских воинов, пути, да. И мы сейчас это увидим, поскольку вход туда будет очень интересный. Пойдемте за мной. Посмотрите, куда мы с вами вошли. Мы вошли с вами вот в такой интересный двор. Давайте посмотрим как раз вот на этих римских воинов, патрициев. Увидим много римской символики. И двор действительно уникальный и замечательный. Посередине мы даже можем увидеть с вами фонтан. Он, правда, сейчас не работает. И вот обратите внимание, выше третьего этажа идет над стройкой, мы видим потрясающие головы. Это у нас уже не барельефы, а горельефы. И про этот дот. Последним владельцем этого доходного дома до 17-го года был граф Александр Николаевич Грабе. И вот как раз благодаря ему мы получили этот дополнительный этаж. Их домовладелец имел здесь квартиру на третьем этаже. Представьте себе, в 30 комнат. Кто же был этот человек, который мог себе позволить такую большую квартиру в 30 комнат? А человек этот у нас служил адъютантом у нескольких великих князей. А в 14-м году Грабе у нас уже был назначен командиром собственного конвоя, который отвечал за охрану членов императорской семьи. То есть он входил в ближний круг императора и присутствовал при отречении Николая II от престола. И вот действительно этот дом на Маховой улице является таким исключением, потому что он почему-то не входит в списки культурного наследия. Хотя вы сами видите, двор потрясающей красоты. И вот как раз те самые надписи. Можно на них посмотреть, где у нас написано. «Анна» – это то, что я вам рассказывала про Ахматову. «Анна Домини» был назван ее сборник таким образом. И, конечно, этот дом у нас уникальный, симпатичный, выглядит замечательно. История у этого дома. У него были хозяевами и Мелехов, и Щербаков. Ну, а уже с 14-го года известен как «Дом Грабе». Ну, а почему это наши московские хамовники, да, улица, которая называется так же, как Москве, да, потому что здесь была слобода ткачей. И раньше улица Маховая, она никак не связана с природой, с тем, что там есть какой-то мох. А действительно, поскольку слобода ткачей, то называлась эта улица Хамовская, и поэтому отсюда название «Хамовники». Мы с вами оказались на улице Маховая и зашли еще одну чудесную парадную. Представьте себе, традиционный Петербург, вот они, эти самые печки, здесь такие красивые головки. Представим себе, что здесь могли и Греца, да, и дворник, и швейцар тут ходили в этой парадной. И смотрите, как интересно, вот эта вот парадная, да, вот тут она у нас ведет в такой закуток. Здесь у нас вот такой вот маленький рабочий лифт. Ну, а где же самая основная красивая парадная и вход, где ходили уже бары и господа, и где уже были швейцары? Мы сейчас с вами увидим и пройдем, потому что парадная заслуживает внимания. И обратите внимание, какие красивые медальоны с женскими фигурками. Ну, к сожалению, темновато, нету света, но вы можете видеть вот отсюда, через световое окно, вот такую красоту парадной. Здесь мы уже видим другую печку, да, та у нас была попроще, здесь уже печь у нас совершенно другого формата. Ну, и как вы знаете, Петербург построен на подземных речках, на болотах, город сырой, поэтому все отопительные элементы, печи, камины, они обязательно были и на входной группе, и в любой парадной, и плюс еще в каждом помещении, в каждой комнате. Все эти камины в Петербурге сохранились в роскошном виде, все эти женские головки, ангелочки, все это сохранено, и даже пройдя две революции, войну, коммунальный быт, все это есть в идеальной сохранности. Ну вот, чтобы вы понимали размах и красоту действительно этого дома, да, где Грабе имел 30 комнат, интерьеры сохранились до сих пор. Но, к сожалению, сейчас жильцов нету дома. Посмотрите, какие чудесные арки вот в общих местах, в общего пользования можно увидеть вот в этом доме. Красота необыкновенная, просто деревянная, кружево-ажурная. Ну и покидая вот такую красивую парадную на Маховой улице, хочу вам, кстати, сказать, что в этом доме проживает известный питерский музыкант. Ну а какой? Можем пообщаться в комментариях. Ну и мы продолжаем с вами исследовать улицу Маховую. И посмотрите, какой красоты здание за моей спиной. Вот эта территория, она была известна застройками еще с 1710 года. А вот уже середина 18 века здесь находится царский зверинец. Вот такой чудесный двор Курданьор, красивые ворота. Ничего вам это не напоминает? Вот именно здесь и снимали фильм «Собачье сердце». Сейчас мы пройдем с вами во дворик. И, конечно, не через эти ворота, они закрыты. И посмотрим как раз памятник персонажам этого замечательного фильма. Ну а профессор Преображенский, есть такие кадры фильма, где он заезжает как раз через эти ворота. Дом поистине очень красивый. И проживали здесь в нем люди тоже очень и очень известные. Ну что, пойдемте, пробуем побывать внутри. За почти что двухвековую историю постройками на этой земле владело очень много известных гаражам. Так вот, один из них – Карл Скавронский. Это старший брат Екатерины II. И еще здесь также принадлежала принцесса Вюртембергской. Это невестка будущей императрицы Марии Федоровны. И министр внутренних дел Виктор Павлович Кочубей. Ну и здесь еще какое-то время располагалась Литейная женская гимназия. Ну и, конечно же, перечислив всех этих известных людей, все мы помним историю 1917 года. И уже после этого здесь большое количество коммунальных квартир. Именно вот в этом доме. Кстати, есть они здесь и до сих пор. И если у нас получится, мы сейчас посмотрим внутренние дворы этой красоты. Во внутреннем дворике, где у нас было вот такое ренессансное палаццо, мы с вами видели горельефы. А вот посмотрите, как они выглядят, если мы увидим их уже с улицы Маховая. Вот как раз уже все, что у нас выше четвертого этажа. Мы с вами можем как раз те же самые горельефы, которые видели сами во дворе и увидеть. В Питерских дворах можно найти еще много интересных, аутентичных вещей. Посмотрите, вот тоже вот такой элемент, да, где специально опускали осветительные приборы. Конечно, уже не все сохранилось, но вот такой вот элемент металлический мы с вами можем увидеть, так же, как и каретники, где у нас верхняя часть еще дореволюционная, внизу уже современные ворота. Ну и, конечно же, двор с курдонером, который мы видели в красоте с Маховой улицы, здесь внутренние дворы у них уже совершенно другие. Давайте сейчас пройдем и посмотрим. И я обещала показать вам памятники. Все питерские краеведы, экскурсоводы, а также туристы очень любят фотографировать разные вариации петербургских дворов-колодцев. Они бывают и в виде кошки, и в виде интересных геометрических фигур. Но вот здесь, на Маховой, где мы с вами находимся во внутренних дворах, уникальный двор-колодец, который называют ракетой. И напоминает он действительно ракету. Посмотрите, как интересно. Что удивительно, я говорила, что этим зданием владели такие известные люди, как старший брат Екатерины II, принцесса Вертумбергская. Ну а потом, когда в 1897 году участок был продан страховому обществу Россия, то Леонтий Бенуа перестраивает, вернее, пристраивает левый корпус, переделывает центральный корпус. И то здание, которым мы видим его сегодня, так оно и выглядело уже благодаря Леонтию Бенуа. И дальше этот дом использовался как доходный дом. И вы удивитесь, сегодня тут даже у нас есть и небольшое помещение, где живут мигранты. Вот мы сейчас находимся в внутреннем дворе, да, и уже той красоты, которую мы увидели с вами с Маховой улицы, ее здесь уже нету. Ну и сейчас мы с вами пройдем двориками. Там будет так тоже все очень интересно. Деление квартир, черных парадных лестницах, действительно, поистине это очень оригинально и интересно. Вот посмотрите за моей спиной. Мы видим, что часть здания идет вот выше каретников, три этажа. А вот в конце здания мы уже с вами считаем, и окошки у нас добавляются. У нас уже не три этажа, а уже идет четыре этажа, да, и окошки вот так по-разному пляшут. Это уже и черные лестницы, и выходы разных комнат, поэтому вот планировка пляшущих окон действительно очень интересна, если уже смотреть внутренние дворы. Ну и вот выходя из такого темного мрачного двора, посмотрите, мы вот так по кругу обошли, и куда мы сейчас придем. А мы как раз с вами оказались за воротами этого страхового общества России. Благодаря Леонтью Бенуа можем наслаждаться и любоваться вот этой вот красотой. Парадная, как правило, всегда закрыта, но можем попробовать посмотреть. Вдруг нас сегодня туда отпустят. Ну и вот на улице Маховая чудесная погода, замечательная решетка ворот. И сейчас мы подойдем с вами к памятникам. Вот такие замечательные оригинальные металлические детали, чудесная входная группа. И, по-моему, нам сегодня повезло. Мы можем заглянуть в эту парадную страхового общества России. Ну и поскольку мы уже находимся во дворе того самого дома, предлагаю к вам пройти и сесть на лавочку рядом с профессором Преображенским и вспомнить знаменитые афоризмы и крылатые фразы из известного произведения. Ну и завершаем наш сегодняшний репортаж, нашу прогулку. Я, Ольга Закоржевская, компания «Ваш адрес» прощаемся с вами. Ну а профессор Преображенский со своими известными фразами, да, и как мы с вами можем прочитать. «Разруха не в клозетах, а в головах». Ну и много чего интересного. До новых встреч, до новых эфиров. Ждем вас на нашем телеканале. Вы шарика в чепуху говорите. Возмутительнее всего говорите ее безапелляционно и уверенно. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!